Иван I Данилович Калита прославился в истории как дипломатичный правитель, расширивший территорию княжества. Он наладил отношения с ордынским ханом. В 2001 году Ивана Калиту возвели в лик местно чтимых святых Москвы. Детство Ивана Калиты, родившегося в Москве, непримечательно для историков. Это был обычный юнец, рожий в семье князя Данилы Александровича и супруги правителя. В детстве мальчик постоянно слышал рассказы о татарах, которые то и дело совершали на беги на Русь. Многие старцы испытывали страх. Неприятные ощущения передались маленькому Ивану, тем более еще в раннем детстве мальчик стал свидетелем захвата Москвы. С младенчества бояре, отец рассказывали будущему правителю о происходящем в государстве. В три года ребенка посадили на коня и стали обучать верховой езде. Сразу же после данного обряда посага мальчика передали воспитателям мужчинам. Учителя уделяли больше внимания основам правления, так как князь Даниил Московский хотел видеть во главе Ивана, а не старшего сына Юрия. Иван Калита слыл осторожным и рассудительным юнцом в отличие от брата, отличавшегося неуживчивым, резким темпераментом. В 1303 году умирает Даниил. На престол возводят 21-летнего Юрия, а 15-летний Иван стал помощником князя. Пока старший брат находился в отъезде, Ивану пришлось отстаивать Переславль. Жесткий характер, отличная подготовка помогли выстоять, несмотря на малочисленность армии. Дипломатические переговоры с ханами приводят к страшным последствиям. Во время поездки в Золотую Орду новоиспеченного правителя убивают. Престол переходит, как и планировал Даниил Московский, младшему сыну, Ивану Калите. Иван Калита, необычный правитель. С первых дней князь не стал завоевывать новые территории, а начал продвигать православие. По поручению правителя из Владимира в Москву перенесли резиденцию митрополита. Таким образом, город превратился в духовную столицу Руси. Авторитетность Москвы возросла. Проблемы с делением земель начались в 1327 году, когда в Твери восстал народ, а позже убили ордынского посла. Иван Калита отправился к хану, который выдал правителю ярлык на Великое княжение. Вместе с суздальцами князь отвоевал Тверь. Тогда как Александр Михайлович Тверской сбежал от возможного наказания в Новгород, позже был найден в Пскове. Через год хан Узбек принял решение разделить княжество между Иваном и Александром Васильевичем Суздальским. К Калите отошли Новгород и Кострома, а второму князю – Нижний Новгород и Городец. В 1331 году Александр Васильевич умирает, престол занимает Константин. В это время территории, подчиненные князю Суздальскому, возвращаются в состав Великого княжества. В период с 1328 по 1330 годы Иван Калита заключает два выгодных брака, дочери выходят замуж за Василия Ярославского и Константина Ростовского. Союзы выгодны для правителя, так как уделы перешли в распоряжение князя. Напряжение между Москвой и Новгородом достигло пика в 1331 году. Конфликт начался с отказа митрополита Феогноста поставить архиепископом новгородским Арсения. Пост отдали Василию Калике. В это время Калита выказывает требования по выплате увеличенной дани. Отказ приводит в негодование правителя. Князь выдвигается с войском в новгородскую землю. До военных действий не дошло, так как Иван планировал решить вопрос миром. Поведение Калиты, а именно брак сына Симеона Сайгустой, дочерью Гедемина, вызывало опасения у новгородцев. Властители решили действовать, последовало приглашение Наримунта, которому отдали крепость Орешек, Водчину Ладогу, Карельск, половину Копорья. Взамен гости править пришел Александр Наримунтович, тогда как отец остался в Литве. Поддержки от такого союза новгородца не дождались. Наримунт не прибыл воевать против шведов и отозвал сына из земель. Только в 1336 году, после того как в дело вмешался митрополит Феогност, между Новгородом и Калитой наступает мир. Князь Иван получает желаемую дань и звание новгородского правителя. Гедемин пытался отомстить новгородской земле за заключенный с Москвой мир, но война так и не началась. В 1337 году Александра Тверского вместе с сыном казнят. Хан принял такое решение после доноса Ивана Калиты. Вскоре князь возвращается в Москву. По распоряжению правителя с церкви Святого Спаса убирают колокол и перевозят в столицу. Калита подчиняет брата Александра Михайловича. В биографии Калиты присутствует множество завоевательных походов против неугодных князей. В 1339 году московское войско направили в Смоленск из-за нежелания платить дань Орде. Конфликт между Новгородом и Москвой вновь возрождается. Решить спор Ивану до конца жизни не удалось. Политику Ивана Калиты называют неоднозначной. Князь на территории московского государства возводит несколько храмов. Собор Спаса на Бору, Успенский собор, Архангельский собор, Церковь Иоанна Лествичника. В годы правления, с 1328 по 1340, отстраивает Калита новый московский Кремль из дуба. Правителя отличает тяга к вере. Незадолго до смерти Иван пишет Сийское Евангелие. Сейчас Писание находится в библиотеке Российской Академии Наук. Современники Калиты характеризовали правителя как гибкого и настойчивого князя. Хан Орды уважал и доверял москвичу. Это помогло избавить Москву от набегов ордынцев. Благосостояние поданных росло, недовольство исчезало. Иван Данилович избавил на 40 лет княжества от разграблений и войн. Калита безжалостно расправлялся с противниками, пресекал народные волнения из-за Дани. Иван первый достиг небывалого влияния на некоторые земли, в том числе Новгород, Твери, Псков. За годы правления князь накопил богатство, доставшееся по наследству детям и внукам, в числе которых был Дмитрий Донской. Из признаний наследника следовало, что Калита приобретал земли в чужих княжествах. Иван Калита сочетался брачными узами дважды. В 1319 году супругой правителя стала Елена. Исторические данные о происхождении девушки не сохранились. У них родилось четыре сына – Симеон, Даниил, Иван и Андрей. Неизвестная болезнь подкосила здоровье княжеской супруги. В 1332 году Елена умерла, а через год Иван вновь женился. Избранницей была Ольяна. В браке появились четыре дочери – Мария, Евдокия, Феодосия, Феотиния. Калита с личной выгодой выдал девушек замуж. Зятьям князь ставил единственное условие – распоряжаться уделами правитель будет сам. За несколько месяцев до смерти Иван Калита принял постриг. Предотвращая распри между сыновьями, правитель распределил имущество при жизни. Симеон Гордый стал владельцем двух третей наследства. Отец оставил его в роли покровителя младших детей. Калита на смертном одре заботился о государстве. Такое деление позволило избежать дробления московского княжества. Смерть князя пришла в марте 1340 года. Похороны прошли в Архангельском соборе, построенном по приказу Ивана I. История не знает другого такого правителя, столь же ратующего за Москву. Город преобразился во время княжения Ивана Калиты. Зверских убийств оппонентов князь не совершал за годы правления, в отличие от брата. С Ивана I пошла традиция давать прозвище правителям. Калита означает кошелек или кожаную сумку для хранения монет. Продолжение следует...